Всем привет! Наконец-то и нам дали подарок новорождённому Ленинградской области. Мы родились 21 января, но подарок нам дали на днях. Я ездила, забирала, и то их в ограниченном количестве, их разбирают очень быстро. Видимо, в Выборге рождаемость очень хорошая. И сейчас посмотрим с вами вместе, что же там находится. Я надеюсь, что там что-то много будет, и интересное, и полезное для ребёнка. Коробка не маленькая. Думаю, что там будет что-то интересное. Она, кстати, здесь вот запечатана. Так что будем раскрывать и смотреть. Вот такая вот коробочка. Ну, в принципе, она по весу хорошая. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Итак, начнём открывать коробочку и смотреть, что же там внутри. Вот такая коробка. Здесь вот жирафик. Написано «Поздравляем». Вот что находится в коробке. В принципе, она не пустая. Можно посмотреть, что же там внутри. Так. Это прорезыватель, так я понимаю. Сделано в России для зубиков. Ноль плюс, кстати. Я так не поняла, зачем ноль плюс. Зачем таким малышам. Так. Его охлаждать. В холодильнике, но не в морозильной камере. Вот так вот. Вот что. Где производитель. Всё тут указано. Вот такая штучка. Уже есть что-то интересненькое. Так, будем смотреть дальше. Вот клеёнка подкладная. Подожди, да, такое звездо. Так. Вот всё. Вот всё описание клеёнки. Тоже, я так понимаю, Россия. Как раз в кроватку можно стелить. Я особо не заметила у неё размеры какие. Так, вот её размеры. В кроватку подойдёт. А, так. Здесь такая милая одежка, куленки и одеяло. Так, буду постепенно разбирать, доставать и смотреть. Вот такие вот штаники. У них, кстати, один размер больше, другой меньше. С мишками. Довольно-таки хорошее качество. Мне нравится. Мягко. А, так. Вот. Получается, одни побольше, другие поменьше. Удобно. Довольно-таки симпатичные. Потом идём два бодика с рукавами. А так штаником будет подходить всё. Такие забавные мишки. Красивенькие. Такие вот бодики без рукавов. Мне кажется, вот этот размер мы уже будем в апреле носить. Так как мы быстро в длину особенно вырастаем. Тоже. Сейчас как раз будет тепло на улице. И дома уже жарко. Так что в самый раз без рукавов. И вот такая вот одна шапочка. и чепчик. Всё. Из одежды всё. Больше ничего нет. Такая она очень хорошая, приятная достаточно. Так что хороший комплектик на весну. А дальше тут такие вот две наволочки, так поняла. Там не указано было, что это. Мне кажется, это наволочки, так как они очень длинные. Как раз на кроватку по размеру. так. Ну тут зверушки такие забавные, яркие. Слоники, жирафики. Ребёнок. Нормально. Как раз понадобится. Так, здесь я тоже не понимаю, что это пелёнка либо либо тоже в кроватку это. Так как она длинная, мне кажется, тоже в кроватку. Сейчас разверну полностью, вам покажу. Да, это в кроватку, скорее всего. она длинная, вот такая вот. Размер в кроватку подходит. И это, мне кажется, тоже самое будет. Но очень длинная. Кроватки все стандартные, так что всем подойдёт. вот и наволочка. И вот такое вот одево. Вот уже размеры, все указано, цвет, разводка. Сейчас откроем. надо было отклеить. Так, она большая. Сейчас тоже разверну, это одна рука неудобно. Вот уже она большущая одеялка. Так, а, здесь даже я сразу не увидела, здесь нарисован жирафик, если вы увидите. Вот он, жирафик. Ну, ткань очень приятная, нежная, не линяет, шов хороший. Классно, ярко достаточно. У меня освещение здесь не очень, но так она очень классная, яркая. А на камере цвет совсем не такой, как живую. Желтый он очень насыщенный цвет. Тоже можно даже на улице стелить и на солнышке греться, лежать на нем. Классный подарок. О, здесь, кстати, светоотражатель. Две штуки скресли на коляску. Ну, тоже прикольно. Хорошая вещь, не знаю. Итак, если честно, я немножко разочарована содержимым коробки, так как я видела, что находится в коробках в Москве, которые выдают, коробках, которые выдают на севере, на Ямало-Нинском автономном округе, и там, конечно, коробки намного больше, и содержимого там огромное количество. Мне рассказывали об этом знакомые. Видео и фото я вам приложу, что же там находится. В принципе, эта коробка небольшая, мне что там будет намного больше всего полезного для ребенка. Там игрушки и так далее. Но я не знаю, как в других городах дают подарки, дают ли вообще. В принципе, грех жаловаться, дали бесплатно, подарки, бодики, штаники, шапочки есть, одеялко, в принципе, тоже хорошо, но думала, что там будет немножко побольше всего. Ну, так, в принципе, неплохой подарок. Я вообще, если честно, не думала, что в Выборге будут давать этот подарок, но, как я поняла, дают не везде. Если вы делаете свидетельство рождения ребенка в ЗАГСе городском, то там, по-моему, не дают подарки, как я так поняла. Но я делала свидетельство рождения в МФЦ, и вот там дают подарки. Так что, я не знаю по поводу ЗАГСа, если там делать свидетельство рождения, дают, нет, я не могу точно вам сказать. Вот МФЦ, если делать свидетельство рождения, там его намного быстрее делают, тут же вы приходите, приносите все документы по списку, и в этот же день вам делают, вы просто сидите ждете, вас потом вызовут, и получите свидетельство рождений, и все. Это очень быстро и удобно. Так что, я думаю, будет полезная информация для мамочек, которые еще не получили вот такие коробки, которые находятся на Ленинградской области, если вы меня смотрите. Теперь вы знаете, что находится внутри в коробках, и ждите свои подарочки. Всем, кто смотрел, спасибо вам, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok